Пуговки Эта игра была широко распространена на Урале и дожила до наших дней благодаря тому, что сохранялась в советских дворах. Для начала игры необходимо выкопать лунку и начертить линию с кона, которой все игроки по очереди будут бросать в пуговицы. Для участия в этой игре у каждого игрока определенное количество пуговиц. Цель каждого бросающего попасть в лунку. Если игрок попадает в лунку, он бросает еще раз до тех пор, пока не промахнется. Таким образом, игроки определяют очередность бросков, как тогда, когда пробросились все, начинается забрасывание пуговок в лунку путем очередности. Чья пуговица оказалась ближе к лунке, тот и первый. Когда все пробросились, по очереди люди начинают щелчком забивать пуговки в лунку. Но если пуговица упала от лунки на расстояние больше одной ступни человека, то забрасывать нужно с коленышка. Если же меньше одной ступни, то пробрасываем ее через щелчок. Тот, кто смог забросить все пуговицы из поля в лунку, забирает их себе как победитель. Если промахнулся, оставляет в лунке то, что осталось на кону. И ход переходит к следующему игроку. Игроки бьют по лунке до тех пор, пока в поле еще остаются пуговицы. И до тех пор, пока кто-то из игроков не забросит все пуговицы в лунку. Если никто из игроков не забросил все пуговицы в лунку, тогда начинают по очереди также пробрасывать до лунки пуговицы, для того, чтобы определить очередность. Таким образом в поле может находиться большое количество пуговок. Тот, кто попал в лунку с коном, в таком случае забирает все пуговицы из поля и с лунки. Другой вариант этой игры тогда, когда люди должны попасть в лунку. В этом случае игрок, попавший в лунку, забирает и то, что лежит в лунке, и свою пуговицу. Но для того, чтобы в лунке всегда что-то находилось, даже если человек попадает в поле, а не в лунку, нужно проброситься еще раз, для того, чтобы было что забирать из лунки. Но отличие этого варианта состоит в том, что те пуговицы, которые лежат в поле, необходимо щелчком добивать друг друга. К примеру, если в поле лежит несколько пуговиц, в таком случае нужно разными пуговицами сбивать друг друга, до тех пор, пока в поле не останется ни одной пуговицы. И далее уже нужно будет закидывать оставшуюся пуговицу в лунку. Все игроки сами решают, каким образом пуговица считается попавшей в лунку, если она коснулась дна, либо если вообще пересекла границу лунки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...